Это история реального побега из тюрьмы, воссозданная на основе рассказов участников, новостных сообщений и документов публичного характера. Некоторые слова сцены были изменены в художественных целях. Двое убийц, которым нечего терять. Сбежали из изолятора строгого режима. Пошли. Пойдут ли они на убийство снова? Сбежали! Побег. Побег из Индиан Ривер. Меня зовут Рондул Рид. У меня девять переломов, но я не в больнице. Я нахожусь в лазарете окружной тюрьмы Индиан Ривер, штат Флорида. Я оказался здесь из-за того, что поругался с боссом. Не толкай меня! Мы подрались, и я застрелил его. Я попытался сбежать от полиции, разбил машину. Меня арестовали и отправили в тюрьму, ожидать судебного разбирательства по обвинению в убийстве. Я провел в лазарете три месяца, после чего врачи сказали, что я достаточно восстановился, и меня можно перевезти в изолятор строгого режима. Там сидели насильники, убийцы и другие, совершившие тяжкие преступления люди. В человеке я всегда обращаю внимание на глаза. Я часто замечаю у преступников так называемые темные, черные глаза. В них ничего нет. И, как мне кажется, у Рондола были именно такие глаза. Я начал выискивать слабые места в охране. Наблюдение осуществлялось постоянно. Охранники всегда следили за нами через окна. Прозрачные только с одной стороны повсюду были камеры, и каждый час проводилась переключка. Первым делом помощники шерифа в своих корпусах проходят переключку, обходя все живые блоки, чтобы убедиться, что все заключенные на месте. Даже снаружи тюремный двор полностью просматривается камерами и охранниками на вышках. Когда они выходят во двор, за ними наблюдает охранник на вышке, вооруженный дробовиком и пистолетом 45-го калибра. Несмотря на серьезную охрану, я был твердо намерен сбежать. Я начал расспрашивать других заключенных, не видели ли они какие-нибудь лазейки. Мне сказали, что один парень уже занимается разработкой плана побега. Его звали Ливай Тейла. Ливай сидел за предумышленное убийство, ждал приговора. Ему тоже не хотелось провести остаток жизни за решеткой. Совершенные преступления позволяют характеризовать его как опасного преступника. У него уже были приговоры за преступления, связанные с применением насилия. Ему грозил длительный тюремный срок. Я ждал подходящего момента. Я слышал о тебе. Что ты слышал обо мне? Я сказал Ливаю, что хочу сбежать и что у меня уже есть опыт. Я уже сбегал с теми. Он поразмыслил и сказал, что я могу ему пригодиться. Увидимся позднее. Мы договорились сбежать вместе. Я перебрался в камеру Клеваю. Охранники ничего не заподозрили. Нам разрешалось спать где угодно, главное, чтобы на перекличке все сходилось. Когда мы остались наедине, мы смогли обсудить план. Невероятно, но выход был прямо у нас под носом. В нашей камере была вентиляционная шахта. За ней располагалось подсобное помещение, дверь которого выходила на тюремный двор. Если бы нам удалось пролезть через шахту и открыть дверь, можно было бы выбежать наружу и перелезть через забор. Но была одна проблема. Показала решетка. Вход в шахту перекрывали стальные прутья решетки. Чтобы попасть в подсобку, надо было их перепилить. Но у Ливая уже было найдено решение. Какое-то время назад другой заключенный смог переправить в тюрьму ножовочное полотно и спрятал его в книге в библиотеке. Ливая раздобыла его, и с его помощью мы собирались перепилить решетку. Вечером мы дождались окончания переклички, чтобы взяться за прутья. У нас был ровно час до возвращения охраны. Во всей тюрьме переклички проводились одинаково. Их цель убедиться, что все заключенные на месте. Но заключенные определяют расписание перекличек и знают, когда мы будем проводить следующее. За дело. Чтобы перепилить прутья, сначала надо было снять наружную решетку. Но для этого требовалось отвинтить ее. Наконец, мы смогли приступить к перепиливанию прутьев. Как только я начал пилить, я понял, что у нас проблема. Прутия были сделаны из закаленной стали. Как бы я ни старался, ножовочное полотно их просто не брало. Почему бы не попробовать перепилить их крепление? Вместо того, чтобы перепиливать прутья решетки, я взялся за крепление, которое удерживало их. Получается. Крепления были сделаны из более мягкого металла, и дело пошло. Работа закипела. Я продолжал работу, пока заключенные в блоке не затихли. Опасался, что позже нас могут услышать. Ладно, этого хватит. Завтра еще по работе. На сегодня достаточно. Я поставил наружную решетку на место. Хотя казалось, что наш план может сработать, меня пугало, что охрана может обнаружить то, что мы пилили прутья решетки. Если они устроят обыск, нашему плану конец. К счастью, охрана ничего не заметила. Каждый вечер мы повторяли весь процесс. Ждали, когда всех закроют в камеру. И пилили крепление прутья. Иногда в тюрьме стояла такая тишина, что работать удавалось лишь несколько минут. Другие вечера было шумнее, и мы работали дольше. Наконец, после стольких усилий, нам удалось перепилить крепление и вырвать прутья решетки. Мы знали, что наш план попасть в подсобное помещение сработает. Пора было подумать о том, что делать, когда выберемся наружу. Итак, Левая, план готов. Чтобы добраться до ограды, мы должны были пересечь тюремный двор. Мы знали, что охранников на вышках ночью не бывает, но за двором следили камеры. Нас могли увидеть, но рискнуть стоило. Ограда представляла куда большую проблему. Мы не могли прорезать дыру в заборе, так что нужно было перелезть через колючую проволоку. Если нам удастся выбраться на свободу, не изрезавшись о колючую проволоку, потом нужно будет скрыться от полиции. У Левая была отличной идеей найти машину, которая подобрала бы нас. Он знал, кто бы мог нам помочь. Его подружка, Сэдди Уэлкер. Заключённым строгого режима разрешены свидания с посетителями два часа в неделю. Как дела, детка? Отлично, как ты? Заключённые не покидают тюремный блок, всё происходит по видеосвязи, так что выводить их не нужно. Классная татушка должна быть. Левай, кто этот счастливчик? Ты, конечно. Передать Сэдди записку было невозможно. Люблю тебя, детка. Но охрана не следила. Левай сумел жестами объяснить, что мы собираемся бежать, и она должна встретить нас. Хорошо, мне пора идти. Я тоже тебя люблю. Люблю тебя. Следующей неделе мы готовились к побегу. Мы собирали мусорные пакеты и старые газеты, чтобы оставить вместо себя чучело. Мы подумали, что они смогут обмануть охрану и позволят нам выиграть немного времени. Мы покрасили наши трусы чернилами из ручек, чтобы они были похожи на беговые шорты. Мы подумали, что когда переберёмся через ограду, то сбросим оранжевые рубы, чтобы казалось, что мы просто совершаем утреннюю пробежку. Наконец, после стольких усилий, нам удалось перепелить крепление и вырвать прутья решёт. Я никак не мог заснуть. Завтра мы сбежим. Следующим вечером мы дождались, когда блок запрут, проведут перекличку и выключат свет. Как только охрана ушла, мы приступили к осуществлению плана, который состоял в том, чтобы забраться в вентиляционную шахту, а оттуда в подсобку и сбежать. Каждая секунда была дорога. Мы знали, что у нас всего час до возвращения охраны. Я просунул голову в отверстие и забрался внутрь. Но как только я оказался в шахте, то понял, что у нас серьёзная проблема. Что случилось? В чём дело? Я застрял. Тут слишком узко. Я застрял. Не могу пошевелиться. Окружная тюрьма Индиан Ривер, Флориды. Вытащи меня. Я не могу пошевелиться. Рондул Рид и Левай Тейлор пытаются сбежать из своей камеры. Не могу дышать. Я застрял. Но Рондул Рид застрял в вентиляционной шахте. Я застрял в шахте. Изо всех сил старался не паниковать. Боясь того, что скоро для переклички вернётся охрана. Я знал, что сдаваться нельзя. Нам нужно было понять, что там на той стороне шахты. И Левай полез вместо меня. Он был на 18 килограммов легче меня, и у него было больше шансов пролезть. Давай, давай. Давай. Левай. Левай. Получается? Левай. Что ты делаешь? Он не смог открыть дверь. Это было настоящий мудак. Ладно, вылезай. Левай. Левай. Нам нужно было найти способ выйти из подсобки. Это был наш единственный путь на свободу. Это дверь наш единственный шанс. Я подумал, что если намазаться гелем для волос, я смогу протиснуться в шахту. Но оставалась ещё запертая дверь. Я подумал, что можно выбить замок стальным прутом, но это наделало бы слишком много шума. Потом мне пришла в голову мысль. Заключённые часто вместе смотрели футбольные матчи. Мы могли бы использовать шум игры в качестве прикрытия. Было рискованно заниматься этим рядом с другими заключёнными, но мы вытащили путь решётки. Потом Левай залез в шахту. Я передал ему прут, чтобы он сбил ручку двери. Когда он бил по ручке, грохот был просто невероятный. Давай, 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 давай! Давай! Если мне удастся протиснуться через шахту, у меня будет шанс на побег. Мы были готовы. Как только охрана ушла, мы начали действовать. У нас был всего час до того, как они вернутся. Давай, давай, давай! Вместо себя мы оставили чучело из мусорных пакетов, чтобы обмануть охрану. Я снял наружную решётку. Потом мы вынули прутья. Я намазался гелем. Очень надеюсь, что это сработает. Гель помог. Я легко проскользнул в шахту вентиляции. Ну вот, я не могу. Попал ты, что это заходишь. Попал ты. Попал ты. В подсобке подробы мы подложили крышки ящиков для белья, чтобы защититься от колючей проволоки. В подсобке подробы мы подняли крышку. Мы знали, что нас могут увидеть, но были готовы рискнуть. Я полезу первым. Мы добрались до первого забора и полезли наверх. Накинули на колючую проволоку простыню. Голючая проволока была просто кошмарной, но нужно было через нее перебраться. На заборе я был виден со всех сторон. Но пути назад не было. Как только я перелез, за мной последовал Ливай. На другой стороне мы оглянулись. Смотри, ты забыл простыню. Простыня застряла в колючей проволоке. У нас больше не было защиты. И на следующем заборе колючая проволока изрезала бы нас в клочья. Поэтому мы начали копать. Давай же. Давай. Земля была мягкая. И за пару минут мы прокопали достаточно большой ход, чтобы выбраться на руку. И за пару минут мы прокопали достаточно большой ход. При первой же возможности мы сбросили тюремные робы и остались в покрашенных трусах. Мы двинулись на север, где, как мы надеялись, нас ждала Сэдди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне позвонил диспетчер, сообщивший, что Рондал Рид и Левитик Кустейлор бежали из нашей тюрьмы. Я задавал себе миллион вопросов, как эти парни смогли выбраться, куда они отправились, к кому они обратятся за помощью. Мы распространили официальные сообщения для всех правоохранительных органов, что из нашей тюрьмы сбежали двое особо опасных заключенных. Мне во что бы то ни стало, нужно было как можно скорее вернуть их за решетку. Я пробежал пару кварталов и совершенно обессил. Колено болело нестерпимо. После автомобильной аварии я ни разу не бегал, и мне нужно было передохнуть. Когда я увидел скамейку, то остановился, чтобы перевести дыхание. Дай отдохнуть, секунду. Мне нужно перевести дух. Всего секунду. Дай мне секунду, хорошо? Дай мне секунду. Дай мне секунду. Дай мне секунду. Ливай! 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 Ливай бросил меня. И побег из окружной тюрьмы Индиан Ривер стал только сложнее. Ливай! 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 Ливай, Тейлор и Рондел Рид сбежали из тюрьмы. Ливай убежал, оставив Рондела одного. Ливай бросил меня. Без машины его подруги у меня был единственный выход. Идти пешком. Я наткнулся на железную дорогу и пошел по путям на север. Колено болело. Я сбил ноги, но я думал только о том, чтобы идти дальше. Я понимал, что полиция всего округа уже ищет меня. Нужно всем разослать официальные сообщения. Они могли быть в любой точке штата Флорида, сложно было определить, в каком направлении они движутся. Что у тебя? Полагаю, они направились на север. Обычно, прежде чем задумывать подъект, предпринимать что-то подобное. Беглицы связываются с кем-нибудь, чтобы обеспечить себе прикрытие, когда они выберутся на свободу. Я просмотрел список посетителей, приходивших к юридику Сутейлору. Там часто встречалось имя Сэдди Уолкер. Любая зацепка была для меня очень нужна. Детектив Торнпен. Мне позвонили из полицейского управления города Стюарт, сотрудник которого видел Сэдди Уолкер. Спасибо. Там полицейский остановил машину из-за неработавшего габаритного огня. Офицер рассказал, что у женщины-водителя была татуировка Левайя. С ней был неизвестный мужчина-пассажир. Возможно, это и был Левитикус Тейлор. Колеса загортелись. Мы сопоставили все данные, и я решил вызвать ее на допрос. На рассвете я наткнулся на заброшенный дом. Это было идеальное место, чтобы укрыться от полиции. Я был вымотан. Я лежал, а кольцо преследователей сжималось. Я понятия не имел, поймали ли Левайя или нет. Офицер сопроводил Сэдди в офис шерифа. Когда я начал допрос, то я решил действовать деликатно. Я не хотел лишаться ее помощи в поисках Левитикуса. С вами в машине кто-нибудь находился? Да. Кто? Не знаю. Казалось, она совсем не волнуется. Смеялась, улыбалась. Когда я спросил ее, кто ехал с ней в тот день, мужчина или женщина, она ничего не отвечала. Не знаете? Нет. У меня не было повода задерживать ее. Неприятно было наблюдать, как она уходит, но я был уверен, что она знает, где находится Тейла. Я укрылся в доме, мне снялись кошмары. Тюремные воспоминания. Виделось, как я бегу от полиции. Как застрелил своего ворота. Я знал, что нужно уходить из этого дома, двигаться дальше. В ходе расследования я увидел подозрительную запись на странице Сэдди Уолкер в Фейсбуке. Свободный Левай. Когда я допрашивал ее, она сказала, что не знает о его побеге. Я посчитал, что таким образом она выражает радость по поводу того, что он на свободе. Нам нужно было снова ее допросить. Когда я подъехал к ее дому, у нее в руках была сумка. Она шла с большой сумкой к машине. Моя целью второго допроса было получить признание. Моя задача была найти Левитикуса Тейлора. Заставить Сэдди рассказать мне, где он находится. Для чего эта сумка? Куда вы собрались? Я начал давить сильнее. Куда собрались? Подальше отсюда. Я приблизился к ней. Стал замечать, что давление оказывает свое действие. Вы не всем не рассказываете. Она сообщила, что ее остановил полицейский из-за сломанной задней фары. Сэдди объяснила мне, что патрульный ограничился предупреждением. Они не знали, что делать. Как прятать его? Была паника. Она решила заехать в близлежащий супермаркет Уолмарт. Он должен был ждать за Уолмартом, пока она не вернется, и тогда они должны были обсудить новый план. Я решила поехать в Уолмарт и высадить его там. Уолмарт? Это был серьезный прорыв в деле, потому что выяснилось, где находится подозревание. Мы бросились к Уолмарту. Поступил вызов по рации. Билл, думаю, я поймал его. Детектив Дойерси сказал, Билл, думаю, я поймал его. И, о чудо, на обочине мы увидели подозреваемого. Ваше имя? Поймали. Это я, Ливай Тейлор. Я был в восторге. Отличное ощущение. Это чувство облегчения было лучшим, что я испытывал за долгое время. Мы доставили его в офис шерифа, в комнату для допросов, и я начал расспрашивать его о побеге и о возможном местонахождении Ронда Лорида. Было ощущение, что более опасный избеглицов все еще на свободе. Существует кодекс. Нельзя сдавать друзей. Они не говорят о планах других заключенных, и он молчал. Где Ронда Лорид? Когда ты видел его в последний раз? И он ответил, послушай, отведи меня в мою камеру, я ничего не скажу. Я не буду говорить. Я не стукач. Ищите его сами. Вечером я выбрался из своей постели. Проклинал себя за то, что все еще нахожусь так близко к тюрьме. Каждая мышца в моем теле болела, но я знал, что нужно двигаться дальше. Мы все еще не знали, куда направился Рид. Не было никаких сообщений, и он как будто просто исчез. Он ничего не говорит. Попробую другой паршет. Я спросил, не голоден ли он, потому что свежая пища один из способов убедить преступника сотрудничать. Пока он ел, я продолжал расспрашивать его о том, куда мог направиться Ронда Лорид. Я был уверен, что он что-то знает. Я сказал, что мне нужно найти этого парня, что от этого очень многое зависит. Попросил показать, как они шли. Может, сходим, посмотрим? Прямо сейчас? Да. Готовы? Ничего не забыть. Можешь забрать это с собой. К моему удивлению, он согласился. Мы проехали вдоль маршрута их побега. От Тейлора я узнал, что Рид решил отдохнуть на скамейке. С левой стороны увидите скамейку. Вон там. Вон она. Он сказал мне, что думает, что Ронда Лорид все еще неподалеку. Я в этом уверен, да. Это был очень важный момент в деле. Мы смогли конкретизировать область поисков Ронда Лорида. Левой указал нам, где сосредоточить поиски. Это была отличная зацепка. Ронда Лорид был тут, в этом районе. Сюда-то мы отправили полицейский спецназ. Это было серьезным разочарованием. Все закончилось ничем. Мы знали лишь то, что он был там, когда они разошлись с Левым. Мы понятия не имели, где он может быть сейчас. Как будто он просто исчез. Ронда Лорид сбежал из тюрьмы и скрывается от полиции. Мне нужно было убраться из округа Индиан Ривер. Чем дольше я там находился, тем больше было шансов, что меня поймают. Я прошел около 19 километров, добравшись до города Себастья. Осторожно я пробрался по тихим улицам и увидел автомастерскую. Я знал, что смогу выбраться из Флориды на одной из стоявших там машин. Я порезался о стекло, но мне было все равно. Это был настоящий клад. Я нашел 20 долларов и почувствовал себя миллионером. Надел чью-то старую одежду, попытался завести машину. Она не заводилась. И я двинулся дальше. Рондель Рид был профессиональным угонщиком. Хотите оставить имя? Поэтому мы попросили, чтобы нам сообщали обо всех угонах. На следующий день из полиции пришла информация о попытке угона двух автомобилей из автосалона. Я подумал, что мы вышли на него. Я связался с оперативной группой, которая отправилась осмотреть место преступления. Когда они прибыли на место, детектив заметил кровь на руле. Что-нибудь нашли? Да, немного крови. Отправьте на анализ как можно скорее. Тест ДНК подтвердил, что угнать машины пытался именно Рондельсон. Это было настоящим прорывом. Мы знали, что он находится поблизости и пытается угнать автомобиль. Я прошел дальше по путям, пока не нашел другой заброшенный дом. Я укрылся внутри и ждал, когда наступит ночь, чтобы пытаться сбежать из округа. К соседнему дому подъехала машина. Водитель оставил ключи в зажигании. Наконец-то я уезжал подальше от Индиан-Ривера местной полиции. В течение часа нам поступило сообщение о том, что он только что угнал машину из того же района, где были предприняты предыдущие попытки. И мы решили, что это точно должен быть Рондельсон. Он угнал машину, как я и ожидал. Я был уверен, что мы нашли его. В глубине души я знал, что это Рондельсон. Это была одновременно хорошая и плохая новость. Он дал о себе знать, однако теперь он был мобилен. В угнанной машине я выехал на шоссе, идущее на север. Я хотел как можно скорее уехать из Флориды. Мне во что бы то ни стало, нужно было его найти. Я знал, что мы напали на след. Но во время бегства от правоохранительных органов от его действий могло пострадать много людей. В отчаянных ситуациях люди совершают отчаянные поступки. Я ехал много часов, и когда добрался до Ноксвилля, у меня начал заканчиваться бензин. Я въехал в город, думая или бросить машину, или ограбить кого-нибудь. И тут я увидел подходящую возможность. Одинокую женщину. Отдай сумочку. Она стала сопротивляться, и я ударил ее ножом. Теперь у меня было 150 долларов. Мне реально повезло. И вот я снова на шоссе и еду на север. Информация была передана всем правоохранительным органам. Преступник вооружен и опасен. Я ехал много часов, пересекал границы одного штата за другим. В Огайо я подумал, что ушел от полицейского преследования. И тут увидел в зеркалах огни патрульной машины. Я попытался оторваться. Но потерял управление во время поворота и снова попал в аварии. После больницы меня отправили обратно во Флориду в одиночную камеру. Я был очень рад. Рондел Рид снова оказался за решеткой. Он больше никому не причинил Фрида. Это был прекрасный момент, потому что самым главным тогда было найти Рондела Рида. И вот он поймал. Попытался сбежать, но не смог спрятаться. Попался. Сейчас Рондел Рид отбывает три пожизненных срока, плюс еще 45 лет. Левая Тейлор отбывает три пожизненных за убийство, плюс 25 лет. Маловероятно, что они когда-либо будут выпущены на свободу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова